Двое полицейских погибли сегодня в Дагестане при попытке остановить машину, в которой везли бомбу, собранную из двух артиллерийских снарядов. За рулем сидел, по данным Интерфакса, бывший студент одного из вузов в Астрахани. Маршрут он выбрал по федеральной трассе, движение по которой теперь возобновится лишь после того, как закончат работу следователя и уберут поврежденный взрывом транспорт. Репортаж Гусейна Гусейнова. Первые минуты после взрыва на этих кадрах, снятых на камеру мобильного телефона, видны охваченные огнем автомобили. Сразу после взрыва полицейские начинают отводить очевидцев на безопасное расстояние и выставляют оцепление. Не исключена была вероятность повторной атаки. Все произошло утром около 9 часов на одном из контрольно-пропускных пунктов, выставленных на федеральной трассе М-29. Сотрудник полиции для проверки документа восстановил легковой автомобиль. В этот момент в машине сработало взрывное устройство. Открылись окна и летели куски железа горит там. Вышла она и сразу обморок упала. Такой это страшный дым. Часть здания поста сильно разрушена. После взрыва начался пожар. Полностью выгорели и 4 автомобиля, которые в этот момент находились на посту. За моей спиной, где виднеются флаги, находится тот самый Джимикенский пост, где сегодня произошел взрыв. До него чуть меньше 100 метров. О силе взрыва можно говорить хотя бы вот по этим элементам взорванного автомобиля. Его детали раскидало по дворам и улицам поселка. Предположительно, самодельное взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. СВО на основе двух артиллерийских снарядов, мощность взрыва которых составила около 30 килограмм тротилового эквивалента. На месте погибли двое полицейских. Еще 18 человек ранены. Все они находятся в ближайших больницах Дербенского района. Это целенаправленный акт против сотрудника правоохранительных органов. Мы сейчас прослеживаем след. Вполне возможно, что этот убийца, он был уже в поле зрения правоохранительных органов. Сержант полиции Артур Османов в момент взрыва находился на посту. Полицейского спасло то, что он отвлекся на разговор со знакомым. Взрывной волной его отбросило на несколько метров. Хлопок вспышка. После резко глаза открыл, смотрю, горю. Товарищ тоже. Его труп взял в сторонку, отошел. У него дети были в машине. Товарища. Я вспомнил про них резко, к ним побежал, вытащил его жену, детей. После первичного осмотра его и еще одного полицейского для дальнейшего лечения было решено спецрейсом санавиации переправить в Махачкалу. По предварительным данным следствия, к взрыву может быть причастна так называемая южная бандгруппа во главе с неким Гасаном Абдулаевым. На ее счету целый ряд громких преступлений, в том числе обстрел туристов у крепости Нарын-Кала в декабре прошлого года. Гусейн Гусейнов, Альберт Магомедов и Руслан Ахмедов. Первый канал. Дагестан.